Качели для детей с особенностями физического развития сломали, но решили проблему быстро. Сегодня на приемную в ЖКХ города Пинска поступало ряд обращений неравнодушных жителей города по поводу ремонта качели, которая была установлена на прошлой неделе для детей с ограниченными возможностями. Жилищно-коммунальное хозяйство города Пинска сразу отреагировало на обращения граждан, выехало на место, на улицу Звездную, на игровую детскую площадку, где взяло отломанный, испорченный элемент конструкции на произведение ремонтных работ. ЖКХ с ремонтом справилась за день. Дети с ограниченными возможностями могут снова развлекаться на площадке у городского центра культуры и творчества. Но проблема остается. С момента, когда в городе появились первые качели для детей с особенностями физического развития, не прошло и двух недель. С десяток развлечений вокруг. Но желающих покататься именно на этих качелях для людей с ограниченными возможностями хоть отбавляй. Это специальная качель. Идея ее установки была для того, чтобы дети с ограниченными возможностями, в частности колясочники, могли вливаться в детскую среду и вместе с ними здесь отдыхать, получать удовольствие. Но, как мы видели с первого же дня, ее начали эксплуатировать не по ее назначению. То есть обычные дети толпой, 5-10 человек залазили в нее и раскачивались при помощи родителей. Фото, на которых дети массово катаются на качелях, попало в социальные сети и вызвало бурю негодования. Я вчера гуляла там с ребенком и была в шоке. Катаются все дети и главное, что родители им ничего не говорят. Мне кажется, что эти качели нужно просто привязывать цепью и вешать в замок. Иначе наши люди не поймут. Хоть 10 табличек повесьте, все равно на них будут лезть недалекие граждане. Я подходила и сделала замечание, что качеля для деток особенных. На меня налетела женщина и бабушка, что якобы ничего с качелей не станет. Она 15 человек выдержит. Я попыталась хоть как-то облагоразумить людей, но, к сожалению, один в поле не воин. Такие поступки имели свои последствия. Всего спустя 10 дней со дня установки качели сломали. Анна Сорокина накануне прогулялась со своей дочерью Миленой к Центру культуры и творчества, но покататься так и не удалось. Замечательно. Мы пришли покататься с ребенком, качели сломали. Это вообще жесть. Волонтеры общественного объединения с добротой по миру, которые занимались сбором средств на качели, обратились в горисполком за помощь в решении проблемы. Всего за день поремонтировала конструкцию пинская ЖКХ. Местные власти оставаться в стороне не намерены. Таких качелей в Брестской области больше нет. Поэтому, что имеем, то будем хранить. Возможные решения проблемы обсудили на встрече родителей, волонтеров и городской администрации. Качели для этих семей пока единственная возможность для развлечений. Юлия Башко со своей дочерью Миланой катаются каждый день. Именно они первые обнаружили, что с конструкцией что-то не так. Ходим, как обычно, я открываю ее и падает на ногу мне сама конструкция. Я была очень возмущена. Стоял мужчина, он помог мне ее. Кляску мы завезли обратно, ее приделали. Мы покатались, я обратно поставила. Я сообщила о поломке доброте по миру. Они сказали, что будут устранять. Я всегда говорила, что особенным детям поставили одну качелю. А для таких обычных детей тьма на каждом углу. Если ее полмают до конца, наши дети останутся без качель. На встрече наметили план действий на ближайшее будущее. Во-первых, установят указатель, табличку или баннер, чтобы для каждого было понятно. Качели для детей с ограниченными возможностями. Предложили и второй вариант, более радикальный. Перенести качели на территорию коррекционного центра. Но здесь волонтеры видят загвоздку. Вечером и в выходные доступ ограничен. Кроме этого, предполагалось, что размещение качелей в сквере – момент инклюзии, когда дети с особенностями включаются в активную общественную жизнь. Будут ли люди с ограниченными возможностями продолжать кататься на качелях, зависит от горожан. Уважаемые пенчане, дорогие гости нашего города, это качели не для взрослого населения. Это качели для наших детей с особенностями физического развития. Поэтому я вас очень прошу, прежде чем туда идти и прежде чем начинать раскачиваться, подумайте, что завтра ребенок с особенностями физического развития, он уже не сможет после вас покататься на этой качели. Чтобы собрать деньги и установить качели, понадобилось несколько месяцев. Результат приближался день за днем благодаря усилиям сотен людей. Но бездумное действие. Гораздо меньшего количества горожан способны свести все на нет. В данном случае сохранность качелей – показатель уровня культуры местного населения. Лишится ли город? Единственное развлечение для детей с особенностями физического развития покажет время.